Открылась лавка у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем золото в Архейдж. Интересует? Напиши нам в ВКонтакте, Айске или Скайпе. Все данные под видео. Всем приветик! Недавно я из ларцов открыла себе кота. Кто еще не смотрел это видео, советую посмотреть. Честно говоря, такого открывания у меня еще, наверное, не было. Было что-то похожее, но там, скажем так, джекпот был не такой классный, как сейчас. В этот раз я открыла тигра и вместе он идет со всей сбруей. И сейчас я сделаю небольшой обзор по скиллам и скажу вообще, как эти скиллы лучше применять, в какой ситуации они будут полезны. И объясню, почему этот тигр считается сейчас самым топовым тигром, вообще самым топовым ездовым маунтом, который можно на сервере раздобыть. То есть он круче тайфуна, он круче всяких там... Ну, может быть, конечно, конь лорда замка будет идти с ним наравне, но вот из таких доступных для простых людей тигр это самый-самый-самый. Давайте теперь поедем по факту, что, как и зачем. Открываем нашего котеечку. Вот он мой. Мяу. Такой красивый, безбруи, голенький. Но нужно его приодеть, чтобы он был еще сильнее. Хотя няшность он потерял. Полотно такое и налапники. На полотно вот это вот можно будет нанести узорчик. В конце видео я именно узорчиком и закончу. Это любимая тематика моя. Вот на хвосте у него вот такие странные, пристранные клыки, которые меня бесят. Но никуда от этого не деться. Это часть декора. Давайте пройдемся по скиллам. Что у нас есть? Чем вообще этот кот классный? У него, если смотреть вот эти вот шмотки, шмотки аналог шмота из замка. То есть на гашарский шмот, который мы можем дропнуть простым путем, он классный. Туда если вставить руну на бег, гравировку на бег, то он, конечно, классный. Но замковый за суверены, он еще лучше. И вот этот вот шмот, который шел в комплекте, он аналог замковому. Когда я сюда вставлю гравировку и руну на скорость бега, скорость у него будет 4.1. Ой, 14.1. Смотрите, да, тайфун, базовая скорость 11.5. Здесь у нас код пишется, тоже 11.5. Но, сами понимаете, тут шмот круче. Дальше. Ускорение, которое у нас есть, вот это вот, такое же, как у тайфуна. Но можно использовать инвиз вместе с этим ускорением. Представьте, хайд и ускорение. Это просто скрылся и свалил, куда глаза глядят. Вас просто не найдут. Для того, чтобы оторваться от толпы, это супер комбинация. Если же инвиз и из инвиза шандарахнуть укусом, вот этим вот скиллом, то таргет, на который мы как бы клыками своими накинулись, не просто застанется, но и упадет. То есть, тоже такой супер контроль получается. Можно внезапно какому-нибудь лучнику из засады, увидев, если кто-то идет в сторону ненужную, ты вылетел, застанел, быстренько слез с кота и пошли дальше дамажащие скиллы. Когда мы используем инвиз и используем рывок, видите, здесь написано. Это рывок, ну, понятное дело, не у яс, как и у всех котов, но при вот этой комбинации у нас мы, получается, как на лошади скачем. Мало того, что мы неуязвимы, мы еще и всех, кто на нашем пути, будем опрокидывать. Это, как у лошади, прорыв. То есть, тоже очень классные такие комбинации. Наверное, это единственный кот, у которого такие комбинации есть, очень непредсказуемые, можно так сказать. И, в принципе, самое, наверное, обыкновенное, это... Ай, охота из засады. Самый простой скилл. Хайт действует 5 секунд. Даже работает, когда у вас пассажир. Тигр двухместный, как вы уже заметили. Хайт работает даже с пассажиром. Пусть он 5 секунд, неважно. Но вызвали кота, сели, инвиз, и будь на вас мобы, будь на вас рейд. Все, вы вышли из ассиста. Это тоже супер классный скилл. То есть, получается как? Нам надо свалить. Мы садимся на кота, юзаем хайт. Под этим хайдом мы юзаем погоню. Так и написано, что при охоте из засады погоня за жертвой. Скорость при движении резко повышается. Затем постепенно снижается до обычной. То есть, это как мурены у нас работают. Что-то там сзади у кочерговой кота этого подтолкнули. И он как сиганул. 80% скорости себе нагнал. И при этом все это происходит в хайде. Давайте в действии все это посмотрим. Вот он мой котечка. Итак, для начала хайт. Восстановление 1 минута. Ну, давайте не буду я экспериментировать просто хайт. Это понятное дело, как оно работает. А вот возьмем хайт. И при этом рывок. То есть, мы сбросили с себя таргеты. И сиганули, куда глаза глядят. Все просто. Все просто, безумно да просто. В общем-то, всякие эти опрокидывания я сейчас вам показать. Понятное дело, не смогу. Потому что у меня нету напарника. И, в общем-то, толпы красных, на которых можно поэкспериментировать. Но, в принципе, в теории все понятно. Когда мы используем инвиз и рывок, мы, как огорелые, несемся. 3 секунды мы неуязвимы. И при этом мы разбрасываем всю толпу. То есть, мы опрокидываем людей. Скидываем их с коней. В общем, супер пэт для врыва. Ну, и одиночный контроль. Это из хайда юзать укус. Мы законтролим, опрокинем и потом добьем персонажа. Ну, конечно, это не ко мне. Мое, скорее всего, это врыв, наверное, и сваливание. Работа Барда это жить и дудеть. Давайте теперь займемся гербом. Я решила, что пора разместить хоть куда-нибудь наш герб Вульфи и Нитрич. Все-таки это наш логотипчик. И, наверное, пора уже на какой-нибудь флаг, на какой-нибудь знамя нанести этот наш рисунок. На глайдере B-Plan я показывала, как все это работает. Сейчас я покажу, как это работает здесь, на коте. Потому что есть маленькие такие недоработки. Во-первых, чертеж самого, вот штамп сам, схема, как нужно рисунок наносить, корейцы не дали. То есть, у Mail.ru этого штампа нет. Приходится экспериментировать. Так, картинку я пока не загрузила, но что я рекомендую? Когда мы будем наносить рисуночек, лучше не экспериментировать с разными фонами, типа полосочками. Потому что они лягут некорректно. Нужна простая картинка на простом черном фоне. И все. Тогда картинка должна лечь хорошо. Давайте сейчас займемся. Подготовила я макет. Вот здесь четко написана инструкция, если кто-то еще не знает. Нужен размерчик. Видите, какой? Прям название и формат должны быть четко были. Вот как здесь в инструкции. И по адресу, там где у вас археидж. Здесь вам все подсказано. Вот наш славненький логотип. Ну и давайте фон, пожалуй, 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 никакой не будем брать. Чернила геральдиста. Окей. Сейчас они у нас недорогие. Так, а почему? А, вот шаблончик. Так, теперь шаблончик используем, получается, какашечка. Эту какашечку мы наносим на курточку. Вызываем нашего котика. Раз. Раз. И одеваем. И... Хммм... Какая-то херня. Почему эта штука красная получилась? А? Как так? Такс. Ладно. Дубль два. Сейчас мы купим еще одни чернила. Точнее, двое чернил несмываемые. И геральдиста. Они, слава богу, дешевые. Не так, как когда я была... Делала себе другой этот самый. Делала себе... Боже мой, забыла слово. Глайдер. То, конечно, с тех времен эти чернилки подешевели. Давайте-ка мы еще раз. Мы можем выбрать фон. Так, берем любой фон. И делаем все черным. Наверное, тогда у нас получится черная простыня. И черное, соответственно... Красивое полотно у нас будет. Ну да, давай. Как необходимо. Ай! Растяпа. Тяпа, растяпа. Дубль два. Трам-трам-трам-трам. Ок. Ок. Ну. Есть. И новенький. Теперь бы не перекутать. Так. Котик наш. Котик-муркотик. Отдай свою вещь. И новая какашка применяется. О! Но теперь другое дело. Вот. Видите? Так что, когда будете перекрашивать, не забудьте выбрать фон. Если по умолчанию, то может получиться козявочка. И теперь я вот это чернило удаляю. А вот это чернило оставляю. Мало ли, вдруг кто-то захочет сделать себе такую же штуку. Будет нашим рекламным пространством. Вот. Пожалуй, и все. Давайте напоследок посмотрим на скорость. Ну, это без гравировок. Без рун. Я еще до них не добралась. Деньги пока не закончились. Я купила себе дудку недавно. Поэтому побегает у меня котик на селфах. И так, хайт. И ускорялка. 22. 21. Видите, как работает классно? Просто такой вжух. И побежал. И постепенно сбавляет свои обороты. Как мурены, в общем, работают во всех этих корабельных транспортах. Вот такой вот красавчик. Спасибо разработчикам за этого пэта. Пожалуй, это, наверное, один из немногих, который реально, которого реально можно назвать топовым среди всех пэтов. Но подождем. Обещали в гильдии за гильдийный вклад ввести тоже котеечку. Будет там что-то похожее на вихря. Вот на вот этого малыша моего, который из кошки падает. Но какой-то он будет более такой гламурный. Может быть, это девочка будет. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш каналчик. Заходите в группу ВКонтакте. Оставляйте ваши комментарии. Удачной всем игры. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok